На графическом музее перешли к России. Роевня для собирания пчел во время кроя. Тамбовская губерния. Лапочки для выгребания. Медвизурия. Костромская губерния. Ложки для сгребания пчелевных райов. Европейская Россия. Маточники для перемещения пчелевной матки. Так, дымарь понятный. Пятое. Жем. Приспособление для подъема на деревья при сборе меда. Здесь нетерей. Коробка для хранения восковых свеч. Самое интересное, губляночка. В принципе, я думал, что она была не такая. Вот это я как понял, для крепления. Где-то. Перестенка. На крестьянских пасеках пчелы помещались в улей изготовленных из стволов липы, тополя, сосны или пихты. Пчелы строились и соты, прикрепляя их к стенкам колодок. Для получения меда пасечник обычно врезал соты, что приводило к гибели большого количества пчел пасеки. Пасеки обычно устраивались на огородах ленивуга, а богатыми доносной растительностью. Пчеловодством связывалось множество предмет и суеверий, идущих из глубокой древности. Желая спасти пчелу от гибели, крестьяне прибегали к различным магическим действиям. Окуривали пасеки дымом чудодейственных трав. Вешали на изгреди череп коня, оберегающий пчелы дурного глаза и порчи. Пчеловодство. Пчеловодство с древнейших времен занимало важное место в хозяйстве России. Мед использовался в пищу. Воск шел на изготовление свечей. В XIX-XX веке в связи с рубкой лесов, распашкой лугов и бурным развитием сахарной и днокурненной промышленности пчеловодство превратилось в отсталую возраст из хозяйства. В деревнях продолжал господствовать малопродуктивный способ содержания пчел в деревянных колодах. Устанавливаешься на земле или деревьях. Прогрессивное методом ведения пчеловодства не получили широкого распространения. В XIX-XX в России только 13% пчелейных семей содержалось в рамочных, более совершенных ульях. Демарь тут уже новый стоит. Много интересного в этнографическом музее. Мне нужно было в принципе посмотреть по пчеловодству, хотя все это известно. Может быть кому-то еще будет интересно. А где у нас преобладала-то Башкирия? Саратов, Пензасимбирс, Казани. Ну да, весь вот этот регион. А в принципе и Москва, Ярославль, Коволок, Кострома, Новгород, Псков. Где было больше всего общинных семей. Вот так вот.